На втором этапе мало кто верил, даже среди тех, кто шли и голосовали, сомневались, что удастся собрать нужное количество голосов, но они собраны. Да, официальные данные будут через несколько недель, но, судя по всему, референдуму быть. И, ну, по крайней мере, в медийном пространстве, я не знаю, как это отражается ли это непосредственно где-то на трамвайных остановках или в самих трамваях, но в медийном пространстве уже начинаются дискуссии, различные публикации на тему, предстоящий референдум. Хорошо ли это для нашего латвийского общества или это, скорее, минус, и действительно мы опять раскалываемся? Ну, во-первых, хотел бы уточнить. Лендерман подписи, может быть, собирал, но их собрал господин Нашаков. Его помощи... Но они так дистанцируют, они друг от друга все-таки дистанцируются. Да нет, это ясно, конечно, потому что, в общем, вопрос языковой, это, если мы смотрим чисто по программному уровню, на нынешний момент было Запчел и партия Равноправия, которые в своих программах и то не так радикально, не просили только в тех самоправлениях, где большинство русских, чтобы там было на уровне самоправления русский и второй язык, они даже не просили ничего. Значит, это радикализация, это однозначно радикализация, поскольку это достаточно фундаментальная такая вещь, о которой как бы казалось, что был консенсус. Этим заявлением, что вот с избором подписи, оказывается, консенсуса нет. Хотя очень большая часть людей, которые приходили голосовать, и тут опять же, понимая этих людей, и я думаю, тут не национальность вообще важна, и не язык, на котором... Они хотят перемен. Они хотят перемен. Такое протестное голосование. Да. Латыши ишли на референдум распускать парламент, потому что хотели перемен. И что получили, мы хорошо знаем, русские ишли подписываться за язык, хотят перемен. И очень боюсь, что получится то же самое, что получилось вот с... После распуска Сейма. После распуска Сейма. Да, Сейма и партии из Атлерсов в 4,5% рейтинга. Кстати, почему так упал? Ведь, в общем-то, вот сказать, что какие-то такие провальные моменты у министров не было. Сам Сейтлерс, в общем-то, несколько ушел в тень, поскольку кресло спикера Сейма у него просто выдернули из-под него. А в чем? Или, наоборот, это вот бездействие. Единственный человек, который как-то ярко на этом фоне выделяется, господин Киллис, уже с такой реальной реформой образования, довольно серьезной, довольно такой радикальной, может быть, намного более радикальной, чем когда-то делал Карл Шадурский. С чем связано такое жуткое падение рейтинга? Ну, в первую очередь идет процесс создавания правительства. То, на что напоролся Затлерс, это то, что он сам искал, на то он и напоролся. Потому что вся эта неуклюжая политика, опять же, и риторика с переговорами, с центром согласия, неспособность принять решения, неспособность быть последовательным в своих решениях, это то, что раздражает всех. И, опять же, это такой момент, который раздражает любого избирателя, потому что он хочет, чтобы те деяния политика, которые он видит, чтобы они хоть в какой-то мере были на словах и в деле одно и то же. Не на словах одно, а в результате мы получаем то, что другое. То есть, люди ждали перемен, то, что не получили, но очень низкого качества ту же самую политику. То есть, качество, уровень политики, качество упало, но и главное, это одно и то же. Плохая, вчерашняя каша разогретая. Прошли конгрессы партии, относительно недавно, и партии, начало объединение теперь уже монолитной партии Вену-Тибе и Центр согласия. Вам кажется, эти партии, да, рейтинги, в общем-то, говорят о том, что Центр сохраняет лидерство, какие-то там плюс-минус проценты теряет, а Вену-Тибе даже, по-моему, набирает очки. С чем это связано? С тем, что партия стала монолитной? Во-первых, я думаю, это, опять же, политика. Политика, которую реализуют лидеры Вену-Тибе. То, как они разыграли всю игру с созданием правительства, коалиции, они сыграли четко, как по книге, они получили максимум из того, что у них есть. И главное, после того, как они этот максимум получили, как они реализуют эту власть, более или менее они это делают нормально. То есть, соответственно, они никто не обещал, ни Вилкс, ни Домбровск не обещал манной каши. Манной каши нет. Но все, кто голосовали за них, избирали этих людей, и они получили очень большую поддержку на выборах, они более или менее понимают, что то, что они не обещали, то и вот реализуется. Посмотрим, как будет с бюджетами, новыми налогами. И если они, например, и там сдержат слово, что новых налогов не будет, тогда, я думаю, их популярность еще возрастет. Это неизбежно, поскольку все, опять же, избиратель хочет видеть результат и не хочет видеть просто пустой болтовни. Нет, мне совершенно понятна радость избирателей Веноты, которые на выборы заняли третье место, и при этом собрали практически все сливки. Но ведь прирастает популярность у этой партии благодаря именно тому, что эта партия... За счет тех людей, которые, если мы смотрим до выборов, в Заттлерс, очень много, очень серьезное количество голосов отобрал у них, вот они и возвращаются понемножку. Через как бы... К стабильному бренду. Да, к стабильному бренду, где неизменные все-таки свои проблемы, конечно, свои какие-то... Те вещи, которые могут не нравиться, то, что политик делает, но, в общем, они не выходят за рамки, за рамки какого-то приемлемой рамки политики. Ну и на прошлой неделе пришлось попрощаться с таким брендом, как ЛППЛЦ, партия Шлессерс, партия решила самораспуститься, но на смену ей, в общем-то, готовиться, открыто заявлял господин Амрикс о том, что он готовит создание рижской партии. Как вам кажется, эта идея, насколько она нужна, насколько она вот на этой рижской почве прорастет, готовы ли рижане увидеть еще одну партию, или, в общем-то, им хватает выбора? Ну, я думаю, что с выбором, конечно, нельзя сказать, что вот очень-очень хорошо. И я думаю, что есть ниши, куда можно, конечно, стартовать. Но тут нужно нескольких моментов. Один момент — лидерство. Тут все-таки надо смотреть, кто будет вести эту партию, потому что единственное желание побыть опять у власти — это не мотивация, чтобы за эту партию голосовал избиратель. Тут нужно все-таки какой-то программы, какое-то предложение. И тут пока что оно еще не озвучено, и потому очень трудно что-то судить. Второй момент, конечно, на Ригу. Мы смотрим все-таки из-за этого сбора подписей, и, конечно, посмотрим, какая будет дальше деятельность Центра Согласия, будет ли фракция Центра Согласия поддерживать эти изменения в законы, в Конституции и в парламенте. Но в случае, если идет дальше машина работает, и Центр Согласия идет вот в эту сторону, в сторону поддержки изменения Конституции и второго языка, появляется еще одна ниша. Ниша для менее радикальной силы, с которой будут готовы правосторонние партии делать коалиции. Потому что в случае движения в сторону второго языка Центр Согласия очень сильно рискует попасть в политическую изоляцию. И это может проявиться в том, как будет создаваться коалиция Рижской Думы следующая. То есть, если Центр Согласия поддержит поправки к закону о Конституции во втором государственном языке, то часть того латышского электората, который голосовали, безусловно, потеряет, и часть еще и русского, мы уверены. Часть русского электората, потому что надо все-таки, и тут, опять же, понимая то, что сделал Заттлерс, и плохое то, что он сделал, то, что не было создано правительство, где все-таки какое-то участие имел Центр Согласия. То есть, те люди разочарованы, которые голосовали за Центр Согласия, и они будут искать наверняка партию... Альтернативу. Да, альтернативу в случае, если они не будут видеть осязаемые реальные перспективы. И это главное, что Центр Согласия не должен потерять. Это все-таки возможность показать перспективу быть власти. Спасибо. На это пока все. Приятного утром. Редактор субтитров А.Семкин